Добрый день! Сегодня 30 сентября 2021 года. Я вчера купила рыбину, которая называется Махи-Махи. Вы когда-нибудь ели такую рыбу? Я ела только в ресторане. Меня привлекло название. Я спросила, что это такое. Я сказала, что вкусно, бери, ешь. Но в каждом ресторане готовят по-разному. Поэтому я знаю, что я была не разочарована. Но что такое эта рыба, я не задалась вопросом. Поэтому думаю, что и вас я сегодня тоже немножечко просвещу. Я думаю, что мне надо было показывать эту рыбину вчера. Потому что я ее купила замороженную. Она вот уже у меня подтекла. Я ее просто положила в холодильник для того, чтобы она разморозилась. А сейчас стала искать рецепты, что люди советуют. И оказывается, я сделала ошибку. Ее лучше разрезать, когда она замороженная. Потому что мясо очень нежное. И может рваться, делиться на такие вот волокна. Если ее разрезать свежую, я буду разрезать. Куда деваться второй раз замораживать не буду. Мы такую большущую рыбу за один раз не съедим. Поэтому я сейчас найду какой-то рецепт для сегодня. И, наверное, ее подмариную на завтра, чтобы мы ее съели. Обычно мы один раз в неделю едим рыбину. Но раз такая большая попалась, еще и замороженная. Что делать? Не купить ее я не могла. Я когда принесла домой, я одна ее купила. Вчера выезжала просто на встречу с девочкой. И заскочила в магазин, не смогла, чтобы не купить эту рыбину. Сначала меня привлек размер, потому что, ну, чего это такое большое лежит? Чаще всего мы здесь берем салмана. А здесь другое название, я про него уже знала. Я привезла домой и спрашиваю, ты любишь махи-махи? Он говорит, ну, она хорошая рыбка. Но это дельфин. Хотя к дельфину никакого отношения не имеется. Какой дельфин? Почему я дельфинов не ем? И он же мне сказал, что это рыба с большой головой и с очень большим лбом. Про рыбу с большой головой я уже даже знаю. Я ее многократно ловила. Она не просто с большой головой, она еще и с большим носом. Я здесь в описании поставлю ролики про то, как мы рыбачили на педалфиш или спунбил. У этой рыбы две ванни и педалфиш, вот это вот весло. Я, кстати, думала, что это педаль. Веслонос назвали его в Украине. Эта рыба очень хорошо там размножается. Но у нее такой нюанс. Рыбочка вкусная только первую пару-тройку недель. Если она полежит в холодильнике, даже замороженная подольше, она приобретает очень неприятный запах. Поэтому американцы ее не любят. Я пыталась ее заморозить и в воде. Все равно не работает. Поэтому мы обычно приезжали, делали шашлыки, всех собирали. Шашлык из этой рыбы очень вкусный. Очень вкусный, но только со свежей рыбой. И вот максимально быстро успевали съесть для того, чтобы получить удовольствие от этой рыбки. А про эту рыбу большеголовую и большелобую говорят следующее. Махи-махи дельфинообразная рыба не имеет никакого отношения к дельфинов. Это большая корифена или золотистая макрель, или золотистый дорада. Такой вид лучеперых рыб, обитающих в тропических и субтропических водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Считается ценной промысловой рыбой. Мировые уловы ее от 87 до 115 тысяч тонн. Она является также одним из любимейших трофеев в спортивной рыбалке. Ввиду своих размеров, красоты и величины популяции. Так как наибольшая концентрация крупных особей наблюдается именно в субэкваториальных широтах, поэтому большинство рыболовных фирм, организующих спортивную ловлю на большую корифену, находится в странах Центральной Америки, на Карибских и Сейшельских островах, а также в Египте. Мясо имеет очень приятный вкус и пользуется большой популярностью среди гурманов. А на Гавайях мясо большой корифены считается деликатесом. Как и любую другую рыбу, махи-махи лучше всего готовить при высоких температурах в течение короткого времени. Кусок рыбы толщиной 2,5 см готовится за 10 минут. Время приготовления замороженной рыбы, естественно, увеличивается вдвое, но моя уже размороженная. Если есть возможность покупать свежую рыбу, то ее покупайте с прозрачными глазами и розовыми жабрами, и розовым мясом. Живая махи-махи обычно бывает разноцветной, но после того, как ее поймают, ее кожа становится тусклой и серовато-желтой. У моей, естественно, серая кожа вот такая. Вот нет, вот дай мне желтоватая есть. Серовато-желтая, а так была такая лучистая. Лучистая красавица. Рыба моллюски содержит большое количество высококачественного белка и других питательных веществ. Много омега-3 жирных кислот и мало насыщенного жира. Ее можно приготовить самыми разнообразными способами, но нужно помнить, что ее нельзя переваривать. Готовить рыбу до тех пор, пока она не начнет расслаиваться. Но ни в коем образом не дольше. И с другой стороны, вы можете легко отравиться этой рыбой, если она не будет приготовлена до конца. Обязательно проверяйте готовность рыбкой, вилкой или ножом. Мясо должно слегка расслаиваться и быть белого или чисто непрозрачного цвета. Тогда рыбу можно есть. Вот эта удивительная рыба, она в жизни, в жизни, так это скажу, розового цвета и меняет только цвет кожи после того, как ее поймают. А цвет самого мяса меняется при приготовлении. Вы кладете розовое мясо, а получаете белое. Практически вся рыба и моллюски содержат некоторое количество ртути. А ртуть является ядовитым компонентом. Некоторым людям она может доставить серьезные неприятности со здоровьем. В группу риска входят норвежские новорожденные владельцы и дети младшего возраста. Поэтому деткам не давайте эту рыбку во избежание неприятностей. Вы не знаете еще, как организм маленький прореагирует на эту рыбку. В разных сортах рыбы может содержаться разное количество ртути. При этом надо учитывать количество съеденной рыбы и моллюсков. То есть злоупотреблять этой вкусной рыбкой не надо. Ее вылавливают очень много. Но вы вот если есть такая возможность, покупайте ее не очень часто. При всей ее красоте и полезности она может такой вот оказываться. Так что попробовать-то надо, но не ставить ее в качестве постоянного блюда. Эта рыба не слишком мясистая, но сочная и ароматная. Идеально приготовленная махи-махи благодаря своему природному сладковатому вкусу отлично сочетается с фруктами, с сальсой из пряных трав и салатиками и другими блюдами. Махи-махи богата нежирным белком. Она является здоровым полезным продуктом. В ее мясе находится пониженное содержание насыщенных жиров и натрия. Рыба богата никотиновой кислотой, витамином В12, фосфором и селеном. На каждые 100 грамм свежей рыбы содержится около 4 миллиграмм омега-3 жирных кислот. Но я бы этим не покупалась, потому что это рыба южная, южных морей, теплых морей. И поэтому там помимо вот этой прелести может накапливаться огромное количество тяжелых металлов, которые не приносят благо нашему здоровью. Я про это говорила, когда рассказывала про юсановскую омегу. Юсана берет жир только из глубоководных рыб с северных морей, которые менее заражены. Рыба на сегодняшний день является самой неполезной едой в плане тяжелых металлов, если она вылавливается в южных широтах. Два блюда приготовила. Вот это первое. Я хотела сначала просто обжарить кусочки, как у меня в детстве было, а потом решила все-таки их чуточку потушить в сметанке. С луком было бы вкуснее. Ну, поздно вспомнила, что был у меня такой рецепт. Посему будет у нас вот такое удовольствие за номером. Будем сегодня. А за номером два я вот так запекаю рыбочку в духовке. Я подумала, что не стоит ее держать до завтра просто в маринаде. Пусть она у нас сегодня спечется. Конечно, рыба самая вкусная, когда ее только-только вынули с жару, с пылу. Но поскольку не хочу держать, мы лучше ее разогреем. Разогреем, и будет у нас раз прекрасное блюдо из завтра. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.